итак доброе утро дорогие друзья ясуф ицкак вера шинкарева всем шалом за роман за роман всем шалом доброе утро здравствуйте дорогие друзья мы начинаем наши традиционные уроки торы изучаем тору в прямом эфире изучаем тору в фейсбуке и одновременно мы сейчас изучаем тору в инстаграме на моей странице в инстаграме я отключаю комментарии и кому интересно кому интересно посмотреть предыдущие уроки значит есть они нам видите сверху написано вайкро.com на сайте вайкро.com вайкро это его звал это сайт на котором сайт платформы на котором преподаватели торы делятся своими уроками как они изучают как они понимают тору хорошо а мы дошли до 30 главы 30 главах притчи царя соломона и мы сейчас находимся в двадцать четвертый отрывок 24 отрывок значит до этого в двадцать третьем двадцать втором отрывке царь соломонам сказал за какие грехи земля начинает трястись то есть природные катаклизмы приходят в мир как следствие духовных проблем людей то есть если люди начинают не нарушать духовные законы в индивидуальном плане если человек нарушает духовные законы то у него в жизни происходят неприятности как последствия как бумеранг как новостоке называется карма ему приходят последствия его нарушение духовных законов а если люди да люди мы же все люди и если в какой-то части земли начинают нарушаться духовные законы земля начинают трястись и происходят разные катаклизмы есть такое красивое слово катаклизмы и вот значит мы узнали за что бывают вот эти все неприятности а теперь мы пошли дальше говорит нам царь соломон в двадцать четвертом отрывке говорит он так арбаем кто ней портс в маха хамим маху камим он говорит так есть четыре очень маленьких четыре очень маленьких созданий на земле четыре маленьких созданий на земле и говорит они вот эти вот четыре маленьких создания они говорит мудрецы которые нас обучают представляете то есть говорит нам царь сам он что бог так создал мир что есть человек может учиться очень маленьких созданий сейчас мы узнаем о каких созданий и чему мы можем научиться значит говорит двадцать третьем отрывке царь соломон двадцать пятом отрывки уже говорит царь соломон следующее анемалим ам луас в яхину бакает слах мам он говорит в первую очередь давайте получимся у муравьев муравьи народ не но ас о они не дерзкий народ они не мощные такие муравьи да не мощные не дерзкие и что эти муравьи делают в яхину быкает с лохмам и они заготовляют летом свой хлеб большинство из русскоязычных слушателей помнят басню крылова стрекоза и муравей стрекоза и муравей так наверное вот этот крылов до него все-таки дошли отголоски вот этой божественной мудрости притчи царя соломона где царь сам он нам советует учиться у муравья и крылов он написал это все в виде метафоры что стрекоза попрыгунья стрекоза лето красное пропела оглянуться не успела а зима глядит в глаза и вот она пришла это стрекоза пришла на к муравью и говорит муравейчик пусти меня я не помню как муравей в басне крылова отреагировал на на стрекозу которая прогуляла все лето но значит здесь нам царь сам он говорит что давайте учиться у муравья который летом когда есть много еды он заготовляет себе хлеб значит на зиму то есть он откладывает запасы муравьи что интересно они очень маленькие и очень сильные они на себе тянут тянут они на себе какой-то вес там необычный и получается смотрите они все время не останавливаясь они работают 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 посмотри на человека какой-то человек он я сегодня например проснулся в 6 где-то в 6 30 проснулся и никто меня никуда не гонит я нахожусь в иерусалиме но я встал молился медитировал учился читал сейчас про подготовился к уроку провожу урок дальше у меня встречи рабочие все то есть я научился у муравья я считаю что чек должен работать что чека адам ли амалью лат говорится в торе что чек рожден для труда человек рожден создан для труда и человек он должен производить что-то полезное для людей для мира и значит вот мы можем научиться у муравья который работает целыми днями заготавливает себе хлеб на зиму отлично теперь а дальше дальше двадцать шестой отрывок двадцать шестой отрывок говорит нам царь соломон шфаним ам луацум были какие-то шфаним вот переводят это доманы ну какие-то были животные которые шфаним ам луацум ваясиму басэра байтан и они ставят на утесе свой дом значит объясняют комментаторы что вот эти доманы шфаним эти да они маленькие упорные животные которые по чуть-чуть расчищают себе место на скале и это урок всем что терпение и труд они даже скалы перетирают значит вот у нас есть муравей который заготавливает вот у нас есть дома какой-то такой маленький зверек который расчищает себе скалу интересно что самая самая такая учебная история на которой воспитывается большинство еврейских религиозных детей эта история про великого мудреца рабе ативу я сейчас вам и расскажу она очень интересно показывает как можно действительно учиться даже не только у муравьев и у доманов этих а даже можно учиться у воды и у камня если ты умный то ты можешь даже учиться у воды и у камня значит история была такая жил в то время в иерусалиме это было около двух тысяч лет назад а точнее тысяча где-то 900 лет назад уже это был период как раз разрушения первого второго храма второй храм был разрушен в 70 году нашей эры рабе атива жил он как раз видел вот этот период разрушения храма то есть он чуть раньше родился в то время до разрушения храма в иерусалиме были уже власти римляне римляне захватили тогда израиль и были римские наместники и но были были евреи был храм и было там три самых богатых еврея такие олигархи в иерусалиме и одного из них назвали кальбасавуа кальбасавуа переводится дословно сытая собака потому что говорили что он содержал дома для бедных которых их кормили досыта то есть это была его заповедь митсва как заповедь что он организовал бесплатные бесплатные столовые для бедных это было его так его поэтому и назвали кальбасавуа и он был олигарх такой и у него была дочка звали дочку рахель и как-то эта дочка рахель она увидела человека который был пастух пас овец этого человека звали атива бен юсеф и она увидела этого ативу она была такая девушка духовная и она видела духовную сущность людей и она увидела что у него великая душа что он может просто быть велик ну то есть великая душа так она увидела она к нему подошла и говорит атива у тебя великая душа но ты же необразованный человек ты же просто просто вообще амарец да такой крестьянин пастух иди учи тору я выйду за тебя замуж он видит дочка олигарха такое хорошее предложение он говорит конечно я согласен она приходит к папе говорит я хочу за него выйти замуж папа и говорит послушай ни в коем случае он не мудрец он не духовный человек он вообще не из нашего круга он пастух нет я тебе запрещаю она говорит духовность в жизни самое главное вижу что у него великая душа я ему помогу подняться на ступень духовной самореализации и она не слушать своего отца выходит за него замуж выходит за него замуж и рабе атива что делает рабе атива его не звали тогда рабе атива он не был рабе учитель он был просто атива он начинает учить тору и у него ничего не получается у него ничего не получается он ничего не понимает духовность бог заповеди учиться у муравьев учиться у каких-то доманов он в общем ничего не понимает в этом и он ей говорит рахель ты видно ошиблась во мне я не ничего мне не получается она ему говорит нет у тебя получится у тебя обязательно получится но он говорит послушай надо кушать у них родился ребенок и родился у них ребенок и он Он говорит, я не могу больше учиться, я возвращаюсь к своей работе. И начинает он опять пасти овец. У них растет ребенок, они живут в страшной бедности. Отец ей не дал ни копейки денег вообще. Они живут, прямо рассказывают предания, они жили в сарае. И есть несколько историй, таких очень красивых, которые упоминаются про этот период их жизни. Например, что они лежали в сарае, на соломе, у них был матрас из соломы. И он ей говорит, вытаскивает у нее солому эту из волос и говорит ей, ты знаешь, если когда-нибудь Бог мне даст богатство, я тебе куплю золотую такую диадему на голову. Это первая такая зарисовочка. А вторая зарисовочка, раздался стук в этот сарай. И, значит, когда раздался стук в этом сарае, подошел какой-то человек и говорит, у меня жена рожает и ей даже нечего, у нас даже нет матраса. И Атива, он жене говорит, слушай, давай им отдадим эту всю нашу солому, наш матрас, потому что им даже не на чем спать. И отдали они свою солому, и он ей говорит, смотри, какие мы счастливы, что у нас хотя бы солома есть. То есть это две зарисовки про его качество характера, оптимизм, желание помогать людям и амбиции, которые он сказал, что когда-нибудь, если Бог даст богатство, я тебе подарю золотую диадему, золотой Иерусалим на голову, такую штуку. И три года уже их сыну, они живут в страшной бедности, он пасет овец и однажды, однажды он идет с этими овцами, размышляя о своей жизни. И тут он видит, что вода, вода, такой родничок, вода капает на камень. И он обратил на это внимание, смотрит, вода капает на камень и сделала дырку в камне. И он ей говорит, себе он говорит, не ей говорит, себе говорит, он говорит, если вода сделала дырку в камне, так неужели слова Торы, которые огонь, вода, которые от Бога, это знание от Бога, да, неужели слова Торы не пробьют мою тупость вот эту вот, и я не пойму их? Он говорит, этого не может быть, значит, я что-то неправильно делал. И он тогда, его сыну было в тот момент три года, и он вместе с сыном, он сел, вместе с сыном он сел в хедер, где дети учат буквы, и он начал учить с нуля. Алиф, Бэд, Димэл, Далет, Эй, алфавит. Дальше, как алфавит складывается в слова. И он начал учиться, он не сразу пошел в какие-то высоты, он начал с фундамента. И он начал с фундамента, и на этом фундаментальном уровне он прошел буквально за короткое время базис Торы, да, базис есть хумаж, пятикнижие, есть мишнает, это устная Тора, да, и он, значит, начал подниматься. Потом он сказал, что я хочу поехать учиться к самым великим мудрецам, отпросился у жены, и на 12 лет он ушел в Ешиву. На 12 лет он ушел в Ешиву, и он в этой Ешиве, он полностью себя посвящал 100% своего времени учебе у великих мудрецов. Прошло 12 лет, ему тогда было уже в 40 лет он начал учиться, в 40 лет он только начал учиться. И через 12 лет он возвращается домой, и он слышит, что его жена в этом маленьком домике разговаривает с соседкой. И соседка говорит, ну что за муж у тебя такой, да, он тебя бросил, оставил, ушел учить эту Тору, зачем эта Тора ему нужна, какое духовное развитие, какое он тебя же оставил, смотри. А Рахель говорит этой соседке, она ей говорит, ты знаешь, говорит, даже если он еще на 12 лет там останется, я буду счастлива. Потому что смысл жизни человека здесь, это духовное развитие, а не какая-то копошица там в этой земле. И, значит, Раби Акива услышал это, то, что она сказала, и он повернулся и ушел еще на 12 лет в Ешиву, даже не зайдя домой. Потом мудрецы долго обсуждали, почему он не зашел домой. И оказалось, что, как в любом деле, есть такое понятие, вот Мессерут Нефеш, самоотверженность. И когда он учил Тору с такой самоотверженностью, и два раза по 12 лет, это не, это 24. И 24 это больше, чем 12 плюс 12. В общем, он сел еще на 12 лет учить Тору, и через 24 года, то есть ему было 64 года, он возвращается в Иерусалим, и вместе с ним возвращаются тысячи его учеников. Он великий мудрец, он самый великий мудрец в народе Израиля уже к этому времени. И он возвращается, выходят люди, самые такие знатные люди Иерусалима, выходят его встречать. И его жена выходит тоже, и она пытается к нему пройти. Толпам ученики не пускают к нему никого подойти. И он говорит, пустите ее, говорит, что вся моя Тора и вся ваша Тора, она принадлежит ей. Это все благодаря ей. И отец этот олигарх отдает ему полсостояния, как принято, и он становится до конца своей жизни, до 120 лет, он становится главой еврейского народа Раби Атива. Человек, который был простым пастухом, и который поднялся до высочайшего духовного уровня. Теперь, что в этой истории интересно? В этой истории, когда ее рассказывают детям, есть все. Есть оптимизм, есть хорошие семейные отношения, есть отношения женщины, которые понимают, что для мужа важно духовно расти. То есть, есть в этой истории все, что нужно для человека, для его духовного роста и приближения ко Всевышнему. Хорошо, есть много историй про Раби Ативу. Интересно, очень на портале Воикра надо попросить кого-то из преподавателей. Есть множество историй именно о нем, о его жизни. Он такой, одна из самых ключевых фигур в истории еврейского народа, Раби Атива. И он, кстати, был сыном Герим. Его родители, они не были евреи, они приняли иудаизм, пришли из каких-то там соседних народов. И он был Атива, сын Юсефа. Хорошо, значит, мы видим, что можно учиться не только у муравьев, не только у доманов. Мы можем учиться даже у воды, как устроен мир. Бог очень мудро устроил мир. И Бог, он, как есть очень хорошая книга, одна называется «Маска вселенной». И вот эта вся вселенная, все мироздание, это та маска, за которой скрывается Всевышний. И тот, кто хочет увидеть за маской того, кто за ней скрывается, он может его увидеть в любом аспекте реальности. Потому что так мудро все устроено, так красиво, что прямо невозможно передать. Теперь, 27-й отрывок, давайте сегодня закончим уже с... не закончим, еще есть два отрывка про животных. Давайте, 27-й отрывок, говорит царь Соломон. Значит, царя нету у саранчи, и выходит она вся, значит, стройно она выходит большими отрядами. Мы не знаем, что такое саранча, но интересно, если вы погуглите, окажется, что даже сейчас, вот в современном мире, иногда на Египет, именно на Египет, находят полчища саранчи. То есть, мы знаем, что одна из десяти казней Египетских в Египте была саранча. То есть, когда фараон не хотел отпускать еврестий народ, то Машер Абейну сказал, что завтра придет саранча, и уже съест все, что осталось от града. И действительно, на следующий день пришла саранча, а потом саранча ушла. То есть, есть такое животное, саранча, большие кузнечики. И у них нету царя, но они объединяются огромными, миллионными толпами. И главное, когда они идут миллионными этими толпами, то они идут очень стройно отрядами, отрядами, отрядами. То есть, они не путаются друг у друга под ногами. Они заходят на поле и съедают все поле, прямо так, как утюгом. И откуда саранча, у которой мозгов нет вообще, откуда саранча знает, как вот так двигаться отрядами? У нее же нет ни царя, ни начальников, ничего, но она идет отрядом. Что говорит царь Солмоном? Что он хотел нам сказать? Что мир, он очень запрограммирован, он очень запрограммирован. И мы очень часто, вот человек, он как бы пытается у Всевышнего перехватить управление. Он говорит, да, что такое Бог? Бог, он разве, я человек, я сейчас буду заботиться о завтрашнем дне, думать, комбинировать, нарушать, создавать и так далее. То есть, мир запрограммирован. И человек, он больше сам себя пугает и сам себе портит часто жизнь. И на Казахстан тоже, вот Дамир пишет, да, тоже находит иногда толпы саранчи. То есть, человек тоже запрограммирован. Если бы люди не нарушали божественный ход жизни, вот как должно быть, то было бы у нас тоже все отлично. Понятно, да? Значит, и последний 28-й отрывок, давайте про животных закончим. Значит, 28-й отрывок нам говорит про паучка. Паук, он своими руками, он, значит, строит свои, ну, свои вот эти сети. И даже в палатах царских, говорят мудрецы, вот эта вот метафора, вот эта притча, да, что паук даже в палатах царских, говорится о том, что, вот смотри, вот он паук. В палатах царских в то время было еды много. То есть, прямо было еды много, в палатах царских можно было найти еду, но паук, ему не нужна царская еда. Пауку нужна его еда. И он, паук, имея возможность, там, залезть куда-то на стол и украсть еды, он не крадет еду. Он, значит, паук своими руками строит вот эти все сети, которыми, этими сетями он ловит, кого он ловит, кстати, паук? Он ловит тех насекомых, которые мешают людям. Вот тут интересно, да, что паук, казалось бы, люди не любят пауков. Пауки, они, ну, такие прям неприятные животные. Не животные, а насекомые. Но паук, он отлавливает мух, комаров. Это же еще более неприятные насекомые. И здесь мудрецы подчеркивают в этом пауте, что он, даже находясь в палатах царских, он занимается своим делом. И, как сказано, по-моему, это в псалмах Давида сказано, что Идият, Капеха, Титухаль. Если ты будешь кушать плоды рук твоих, Ашреха, Ветовлеха. Счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. То есть царей у них свои проблемы, у царей свои какие-то задачи, у царей головняк такой в своих царских делах. А паучок, он своими руками плетет паутину. Портной он шьет. Там ювелир, он делает украшения. Плотник, он плотничает. И человек, который своими руками классно делает свой труд, он счастлив и хорошо ему. Счастлив в этом мире и хорошо в мире грядущем. И этому можно научиться даже у паука, даже у муравья, даже у шафана и даже у воды, которая капает на камень и делает дырку в камне. То есть уроки, как бы они есть, нужно только включить голову и увидеть, что Бог от нас хочет. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Значит, кто хочет посмотреть предыдущие уроки, они есть на портале воикра, воикра.ком. И, значит, все. Дальше идем заниматься производительным трудом. И дальше мы идем заниматься, чуть-чуть надо телом позаниматься, чтобы тело было здоровое, головой позаниматься, поучиться. И никогда не поздно. В 40 лет Раби Атива нам показал, что можно в 40 лет начать учиться и стать к 80 годам самым великим мудрецом, а к 120 войти в историю. Все, удачи, успехов. Всем пока. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok